В Кирове 11.07. Добрый день. Сегодня пятница 15 сентября и начинается программа Дневной Разворот. В этот момент ведут передачу Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Обычно ты говоришь, что мужская пятница, а сегодня я гляжу за окном бабье лето, надо сказать бабье пятница. Кстати, бабье лето с 14 числа, еще не ошибаюсь, у нас начинается. Там есть малые бабье лето, средние бабье лето, большой бабье лето. Но судя по всему, что ветерок теплый, уже и вчера была прекрасная вечеринка, вчера вечером было очень хорошо. Вечеринка или вечерок? Вечерок. Вечерок, вечерушка. Ну смотрю прогноз погоды на выходные, кстати, в общем-то тепло у нас ожидается и с энным количеством солнца. Ну это к тому, что программа у нас сегодня бабье пятница. В общем, сегодня, завтра, послезавтра, вроде как по прогнозу погоды, она будет располагать к таким прогулкам, к тому, чтобы дома не сидеть, сходить в гости, просто погуляться по городу. И мы сейчас вот прогулку такой уже... В лес за черными груздями, очень много их. Да? Я как-то не любитель вот именно черные грузди, они специфические какие-то. Ну это нормально совершенно, вкусно. Прямо сейчас мы прогулку такую начнем, прогулку по ветке, пешком по ветке. У нас в студии Антон Касанов, соавтор данного проекта, историк Антон, добрый день. Добрый день. Сразу же смотрю на страницу вашу ВКонтакте, там есть вопрос, ответьте, пожалуйста, после 24 сентября будут ли прогулки по городу? Будут прогулки по городу после 24? Вот так сразу. Ну это сложно, потому что сезон, вот прогулок, который вот этот пятый, он заканчивается как раз 24. И, ну, это все вполне логично, поскольку вот вы много говорили про погоду. Погода, к сожалению, у нас, она не совсем располагается уже в конце сентября для того, чтобы вообще просто находиться на улице. Да и в начале сентября тоже местами было так, что, в общем-то, достаточно все печально. И какое там бабье лето, оно фрагментарно наступает, такое ощущение, один день бабье лето, другой день, уже не бабье, уже какое-то другое. Вот, поэтому у нас наш сезон прогулок, он заканчивается 24 сентября. Вот, и, собственно, вот, если кто-то хочет еще погулять, то нужно успеть до 24. У нас мы решили в сентябре повторить все наши прогулки, все наши маршруты, то есть у нас их 20 штук. Закольцевать. Вот, то есть таким образом, да, закольцевать. То есть если кто-то не успел там за лето посетить, то можно как раз это сделать. Тем более, что некоторые у нас получились маршруты очень редкие, то есть они один или два раза всего лишь за лето успели их сделать, поскольку этим летом мы много новых маршрутов придумали и их уже обкатывали, скажем так. В общем, уточню четко, мы сегодня Антона пригласили для того, чтобы подвести итоги проекта «Пешком по вятке». Мы ранее об этом говорили в нашем эфире, и эта информация не только у нас, конечно, звучала о том, что после пяти лет существования проект прекращает свое существование, и вот 24 сентября, да, как Антон сейчас уже сказал, будет последняя прогулка. Подводим итоги. У нас есть опрос, кстати, на нашем сайте и на нашей странице ВКонтакте. Вопрос очень простой в тему. Если проект «Пешком по вятке» закроется, знак вопроса, да, и три варианта ответа. Первый вариант «Мне будет очень жаль», второй «Отнесусь к этому философски, ничего вечного нет», ну и третий «Надеюсь, авторы придумают что-нибудь новое». Разные результаты на нашей странице ВКонтакте и на сайте эхакирова.ру. На сайте ситуация следующая. Лидирует вариант ответа «Надеюсь, что авторы придумают что-то новое». Я думаю, что все равно поговорим сегодня, Антон, пораспрашиваем. Почти 67% за этот вариант ответа проголосовали. На странице ВКонтакте на первом месте варианта «Отнесусь к этому философски», потому что ничего вечного не бывает. Почти 40% выбрали этот вариант. Ну, в принципе, эти оба варианта друг друга не исключают. То есть можно отнести к философски. Надеются, что авторы придумают что-нибудь новое. При этом мне будет очень жаль, что... Антон, ничего не изменилось в сравнении с месяцем назад, когда мы встречались и говорили, что все идет к завершению. Да, то есть, ну, на самом деле, то есть у нас наш координатор просто нас покидает, то есть Станислав Суворов. Вот, поэтому уже вот в том формате, в котором мы делали раньше прогулки, в следующем году мы уже не получимся их сделать. Заменить Суворову? То есть заменить его уже нельзя. То есть в данном случае на скамейке запасных никого нет. Нет, конечно. А кто сказал, что, значит, есть заменимые? Нет, незаменимых, конечно, нет. Нужно смотреть правде в глаза. То есть есть люди, которые обладают какими-то важными качествами, которые могут делать то или иное именно действие. И, соответственно, Стас именно таков и есть. Вот, поэтому на следующий год мы вообще сейчас пока планы вообще никакие не держим. И посмотрим, что будет дальше. Ну, до весны там какую-то паузу возьмем. Перезимуем и подумаем. Перезимуем, там уже подумаем, что делать дальше. То есть, конечно, хотелось бы прогулки сохранить. Может быть, я буду их водить один. Так вот, в этом году уже, как я уже сказал, до 24-го числа мы гуляем. Плюс у нас будет еще прощальная вечеринка и презентация переизданного путеводителя нашего авторского проявления. Мы можем напомнить, где, когда мероприятие. А где, когда оно состоится еще точно неизвестно. А, до сих пор еще неизвестно. Да, поскольку дело там уже живое. Путеводитель-то уже переиздан? Нет, он еще как бы находится в стадии доделки, то есть вот в печати. То есть, пока еще мы над ним работаем. Потому что, ну, работа, конечно, непростая. Он вот сильно прокорректирован? Ну, достаточно сильно, да. То есть, безусловно, прошло уже с 15-го года. С момента выхода первого путеводителя. С момента выхода первого. Там мы пытались какие-то корректировки сделать, но не были точечные. А сейчас, как бы, мы уже хотим сделать так, чтобы информация вся была актуализирована. То есть, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые уже имеются в 17-м году. То есть, соответственно, всю визуальную часть мы сейчас переделываем. Вот, работаем с Артемом Боярским, нашим другом. И уникальным фотографом с квадрокоптером, да. То есть, поскольку некоторые издания, к сожалению, сложные. Съемки сверху еще, да? Да, потому что сложно некоторые издания снять так, чтобы они именно выглядели симпатично. Такой целостный образ такой, да? Да. Мы обычно только фасад видим, да, когда идем. Да, то есть, именно хочется сделать вот хорошую картинку такую, которая была бы адекватна, ну, нашим представлениям о том, как выглядит хорошее издание, именно прикладное, да, такое, чтобы можно было изучать и по городу с ним ходить и так далее. Ну, плюс ко всему, мы решили сделать там алфавит, поскольку очень много имен. И вообще имена играют очень большую роль, потому что, особенно если люди, например, приезжие, им сразу интересно, с какими именами связан город. Вот там будет алфавитный указатель или будет справка по каждому? Да, то есть, такая небольшая справка была, то есть, там, годы жизни, кто есть кто и так далее. То есть, это в традиции вообще кировского такого краеведения, как у Тинского, там, Петряева, любимого, то есть, у всех корифеев, классиков. А кто непосредственно этим структурированием занимается? Ну, естественно, я. Это полностью ваша идея, никто не помогает? Конечно, я саму собаку. У нас мы вдвоем всем занимаемся, поэтому, в общем-то... Двоем с тобой, вдвоем с тобой. Вот, то есть, такая ситуация. Поэтому, я думаю, что где-то уже к октябрю мы его сделаем, презентуем. Ну, и заодно, вот, у нас традиционное мероприятие итоговое такое проходит всегда, ну, правда, в разных местах, поэтому мы всегда подводим итоги, благодарим публику, значит, презентуем что-то новое. В том году мерч презентовали, там, до этого путеводители разные. Поэтому всегда мы вот склонны к тому, чтобы подводить итоги и благодарить людей за помощь, за поддержку, за внимание, потому что это очень важно. А актуализировать путеводителя, это что значит? Ну, смотрите, дело в том, что некоторых зданий уже там нет, условно говоря, да. И в некоторых зданиях что-то конкретно там изменилось, условно говоря. Или произошли изменения уже того, что там находится. А это же тоже важно, потому что город, ведь он не стоит на месте, и многое меняется. И вот путеводители, которые были в 2015 году, которые вот недавно нам сообщили, что нашли на складе в типографии 100 экземпляров, я так смотрю, уже многое... Что значит нашли? Ну, случайно, там была ревизия, там была ревизия, и нашли 100 экземпляров. Ну, ты был когда-нибудь на складе в типографии? Там очень много всего лежит, поэтому ничего удивительного, что что-то могло и потеряться, тем более 100 экземпляров. Я там посмотрел, то есть там очень много уже информации устарело по некоторым зданиям. А что-то, например, хочется уже дополнить, потому что понятно, что с 2015 года мы провели большую работу и узнали много нового, и хотелось бы тоже туда это включить, какие-то факты. В общем, работы еще много. А, кстати, Антон, а вот каковы нюансы, каковы предпосылки к тому, чтобы вы сказали, что, возможно, один будете проводить эти экскурсии? Вот тут какие мысли по этому поводу? Что может повлиять на это, что все-таки один продолжить? На самом деле сейчас сложно про это говорить, потому что вот я сейчас об этом как бы особо не задумываюсь, потому что очень много... Но не исключается, так вы уверены? Ну да, я не исключаю. Посмотрим просто, что будет дальше в следующем году, какая будет ситуация в целом. Антон, смотри, вы довольно так давно работаете, и очень много людей вокруг вас так выгруппируются, постоянные уже там участники, безусловно, и все прочее. Как-то вот, ну так вот, кто-то, как вариант замены Стаса, может, все-таки есть? Ну, посмотрим. Сейчас я говорю, что сложно что-то сказать конкретно. Нет, я о следующем году пока еще не думал, потому что вот сейчас текущих задач много, и работы, и по проекту тоже. Поэтому посмотрим уже в долгосрочной, можно сказать, перспективе, то есть на 2018 год. А имеют место быть звонки, смс, сообщения в социальных сетях с уговорами оставить проект? Пожалуйста, не прекращайте, а может быть, угрозы. Если прекратите, не дай бог, с собой что сделаю. Ну нет, конечно, это вы очень сильно утрируете. На самом деле, мы общаемся с людьми, то есть на прогулках, где-то так просто я встречаю на улице кого-то, да, то есть мы общаемся. Конечно, говорят, что, типа, ребят, ну не бросайте все это дело, то есть в каком-то виде что-то как-то все равно, что-нибудь еще там сделайте. Вот, поэтому, конечно, это очень важно, и это очень здорово, что люди так реагируют, и что, ну, наша идея, она очень хорошо зашла, и многим людям она близка, поэтому, конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы придумать еще что-то новое. Сколько, напомните, по вашим подсчетам, человек было, посетителей этих прогулок? У нас сейчас нет актуальной информации, потому что еще мы не подвели итоги сезона, то есть у нас еще прогулки продолжаются. Вот недавно присутствовало 17 тысяч, по-моему. Вот больше там уже было. Больше 17 тысяч. В этом году, к тому же, у нас очень много людей стало ходить, вот в этом году, то есть у нас какой-то очень мощный получился рывок в плане численности, не знаю, с чем это связано, вот, ну, по факту получилось так, что народу стало ходить все больше и больше, тем более на новые прогулки, которые мы сделали, ну, мы в Слободском делали, там приехало человек 200, наверное, из Кирова. Чуть позже, а поподробнее поговорим об этой прогулке. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, напомним, что мы беседуем с Антоном Касановым, с автором проекта «Пешком поведки», с Ториком, продолжим через полминуты. Продолжаем нашу беседу, 11.17 на часах, и вот мы так подведем небольшой итог, 24 сентября планируется последняя прогулка «Пешком поведки», и четко на это Антон Касанов ответил. Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна, как неизвестна и даты, и место проведения такой прощальной вечеринки по итогам пятого сезона. И презентации обновленного путеводителя, скажем так. Ну, скорее всего, это где-то в конце октября уже будет, то есть как только мы путеводитель получим стипографии, так мы и назначим дату. А вы совмещать будете эти два мероприятия? Да, но это одно и то же, то есть по сути дела. То есть мы обычно всегда, когда у нас прощальная вечеринка, мы презентуем какой-то продукт, потому что понятно, что зимой мы и так никогда не гуляли, потому что нет объективных к этому предпосылок, погода, да и взбогустройство, мне очень хорошо. Формат лекций переводителя. Раньше мы это делали, в этом году такого уже мы не будем делать. И поэтому вот путеводитель, он как раз помогает людям гулять самостоятельно или вообще не выходить из дома и там виртуально гулять. А вот поэтому ситуация как бы такая, то есть лучше совместить все в один формат, и поэтому путеводитель презентуем, люди смогут его получить, почитать. Как раз заканчивая там первые 15 минут, мы вспоминали, помянули вот эти новые тропинки, которые были у вас протоптаны в этом году, в том числе там упомянул город Слободской. Это ведь как новым пришло Слободской-то кировчан повезти. На самом деле это очень интересная история, что у нас есть в нашем паблике ВКонтакте раздел, ну типа книги жалоб и предложений, ну ваши там предложения и так далее. Если отмотать до, значит, соответственно, там 14-го года, до 13-го года, там одно из первых как раз сообщений, типа вы не планируете сделать что-нибудь в Слободской. Потому что у нас Слободской... То есть у вас довольно давно Слободские стали поклевывать, да? Да, и к нам там ребят, какие-то наши друзья, которые из Слободского тоже говорили, что может быть что-нибудь сделаем, мы же не только в Кирове. И мы тут тоже подумали, что мы уже в Кирове очень много всего сделали, то есть у нас очень много маршрутов, уже в исторической части, не в исторической части. И мы решили сделать такой эксперимент, сможем ли мы сделать прогулку в Слободском. И именно в таком формате пешком порядке. То есть никого не вывозить на автобусах, там никакого самовывоза, ничего. Чисто добровольно просто объявить, что мы собираемся у автовокзала в 12 часов дня. Вы собираетесь в Кирове? Нет, мы собираемся в Слободском. То есть мы написали, что вот мы будем вас ждать в Слободском у автовокзала, у Стеллы, посвященной Ленину, столетию Ленина в 12 часов. Вот, пожалуйста, расписание автобусов и так далее. Ну и вот так мы сделали и провели там 5 прогулок. Думали, сейчас придем, никого не будет? Нет, мы так, конечно, не думали. Мы так, конечно, не думали, потому что все равно это запрос, который идет снизу. То есть многим людям Слободской интересен, а многие, как выяснилось, там и не бывали никогда на самом деле. А там есть, ну что, посмотреть. А живут в областном центре, да? Ну да. То есть в основном, публика, которая там оказалась, это 85% из города, насколько я понял. То есть это кировчане, получается такой типа тур выходного дня. То есть они сами взяли, сели, приехали, погуляли 2 часа. И потом, что еще очень важно, эти люди, которые с нами приехали и прогулялись по такой обзорной экскурсии, они там остались, сходили в музей, в кафе, там еще куда-то погуляли. Сделали месячную дырочку. Да, то есть для города это хорошо. Для города, конечно, хорошо. Почему бы нет? И многие говорят, что мы приедем еще. Что тут еще есть? Музей Бакулева, там Яна Раентьева, Яна Раентьева, там ремонт идет, Яна Раентьева. То есть приедем еще туда. И это очень здорово. Вот мне кажется, такой импульс, он очень позитивный, чтобы люди в выходные, они не сидели дома или там, может быть, в саду, да, а куда-то ездили с целями, ну, вот такого вот этого внутреннего туризма уже получается. Ну да. Поэтому эксперимент у нас получился очень положительный. Народа было много. И нам самим понравилось, что мы смогли сделать в другом городе уже, да. Кстати, приходил замглава администрации, кстати, к нам. Музей с нами ходил? Да, мы с нами тоже походили. То есть в этом отношении там достаточно тоже демократично. То есть он спросил, что может быть помощь какая-то нужна, вроде все нормально. Вот. Поговорили там. Много с кем удалось познакомиться, кстати, вот в ходе вот этих прогулок с Лобоцком. Там же много криведов своих таких. Да, и с криведами мы познакомились. Мне некоторые там книжки какие-то подарили. Замечания не делали? Нет, там было такое, что говорили, что можно добавить вот это или можно еще сказать это. Вот прочитайте здесь-то. Я им тоже что-то там подсказывал. То есть там они говорят, мемуары про Зарова Александра Александровича очень интересные. Там тоже про Слободской упоминается. Это классика. Вот. И они говорят, где вот почитать? Я говорю, можно там почитать. То есть у нас получился хороший такой диалог. И каких-то молодых там ребят встретили, которые тоже вроде бы как бы экскурсиями интересуются. Я говорю, делайте тоже что-нибудь здесь. Может в Ахушах сделать, еще что-то. То есть это очень здорово. Давайте инициативу как бы снизу поднимать. То есть и народу-то нравится. Люди-то хотят это познавать. Поэтому получился позитивный пример. Нам с вами понравилось вот это все. А с точки зрения организации, как мы материалы начинали набирать в Слободском? Ну это тоже, это все было очень долго. Много это времени заняло. Ну на самом деле, как бы для того, чтобы набирать материал про Слободской, не нужно ездить в Слободской. Фактически, да. Ну если образно выражаясь. То есть есть областная библиотека имени Герсона. Там архив наш. Поэтому очень много именно было в поисках литературы и так далее. Но понятно, что мы сам в Слободской для того, чтобы подготовить эту прогулку, ездили как минимум пять раз. То есть там тесты для друзей проводили. Маршрут работать. И так далее. То есть ходили еще там договаривались. Понятно, что там мы ходили в женский монастырь. И, соответственно, он недавно как раз начал реставрацию. То есть его передали от Министерства обороны. Там познакомился с настоятельницей монастыря. Тоже очень приятная женщина. Подсказала какие-то моменты. И, конечно, процесс подготовки, он занял достаточно длительный промежуток времени. Но зато все прошло без сучка, без задоринки. То есть очень хорошо. А ведь интересно, я когда ездил в Слободской, это как раз в этом году в мае я сам по себе пишу и прогулку устраивал. Я, условно говоря, остановился как раз у женского монастыря у здания. Смотрю, значит, ну просто остановился, смотрю. Подходит местный житель, начинает мне рассказывать легенду про это здание. То есть у вас такое было? Нет, ну у нас такого не было. Но с многими местными жителями нам удалось, конечно, пообщаться. И они с нами общались. Поэтому у нас хорошее было такое взаимопонимание с ними. То есть каких-то конфликтов там, что, типа, зачем вы это делаете и так далее. Нет, наоборот, они понимают, что у них город классный, у них город интересный, у них город большой истории. И понятно, что чем больше людей приезжают, тем лучше для города. Потому что город действительно туристический, привлекательный. И было бы здорово, чтобы все это продолжалось и дальше. Чтобы, может быть, мы какой-то импульс задали, чтобы люди дальше ездили там, да. И, соответственно, и город, чтобы менялся. Может быть, да, что-то реставрировалось. Вот как монастырь, он сейчас тоже очень активно реставрируется. Другие храмы, Никольский храм, где был крещен Грин, тоже сейчас в процессе реставрации находится. Еще какие-то объекты. То есть это очень здорово. Хотелось бы, чтобы этот маховик такой был запущен. Чтобы народ ездил на выходные. Вот хотя бы туда, потому что близко очень город на самом деле находится. Для многих было открытие, что там меньше часа ехать. Так там и пройти-то, по большому счету, по всему кругу, где основная достопримечательность, это два часа на самом деле не больше. Там все довольно-таки сгруппировано в центре. Хотя так вот тоже с кем-то из местных короведов мы общались. Я говорю, можно делать по каждой улице прогулку. Вот как мы здесь делаем, тоже по полтора часа, например. Вполне можно такое сделать. То есть материалом берется интересного. Там очень много всего. Мне просто сейчас меня накрывает осознанием того, что насколько это уникальное событие было. Выезд пешком по Авиатке в Слободской. Ведь, наверное, по большому счету, это впервые за долгое время. Или вообще впервые случилось такое, что приехала экскурсия, вот так энтузиасты. Ну, если в таком формате... Ничего подобного в Слободской не проводится вообще. Если говорить про коммерческие экскурсии, то турагентство все равно возит Слободской. Это понятно, да. То есть они возят, то возят, но насколько это большой именно объем, именно туристов каких-то и так далее. Что за качество информации там дается? Это я просто не могу сказать, потому что я не ездил на таких экскурсий. А школьников везде возят сейчас. Понятно, что их и в Рябово возят традиционно, и еще куда-то в Аше сейчас, наверное, возят. Антон, а такой мысли не было? Вот там найти слободских активных ребят, сделать для них что-то вроде такой школы, тренинга, чтобы, так сказать, они взяли ваше опыт. Это должна быть инициатива снизу, то есть чтобы они этого сами захотели, да. То есть не чтобы я им там что-то навязывал, чтобы они сами захотели. Даже не столько франшизы, сколько просто такой обмен опытом, скажем, да. Но мы кое с кем там познакомились, то есть если ребята захотят, если им нужна помощь, то мы всегда откликаемся. То есть на самом деле, если к нам обращаются за помощью, за какими-то материалами, там методическими какими-то вещами, мы всегда очень позитивно реагируем, подсказываем, то есть такое есть. Недавно, может быть, знаете, тоже была информация, что в Валенгасово там сделали прогулки. И тоже я пообщался с девушкой, которая это делает. Тоже очень интересно. Мы с ней пообщались. Я в Валенгасово съездил, да? Да, я тоже бы хотел съездить, но уже там закончилось. Потому что я там был много раз, но вот так, чтобы мне что-то рассказали, объяснили, да, что это не просто Валенгасово. Там уже закончилось. То есть я говорю, вы не кидаете это дело. То есть понятно, что сейчас уже, ну, погода может быть не та, да. То есть давайте в следующем году делайте тоже, чтобы из Кирова смогли люди приехать, не только Валенгасовские. Она такая, да, у нас история такая интересная. НЛО высаживалось, там, нашли какие-то окаменелые яйца динозавров, там что-то такое. Ну, это очень круто. В Валенгасово? Какие-то байки легендарные. А, слушай, это Валенгасово. А ты в Слободском послушай. Все события 20 века самые ключевые произошли именно там, понимаешь, если послушать местные проекты. И 19-го тоже, да. Поэтому вот в Валенгасово, видите, какая-то же история. А, солнечные затмения там наблюдали. В Валенгасово это было делаться, да? Нет, и в Валенгасово тоже они где-то наблюдали. И в лесу высадили, значит, елями там, значит, определенную фразу. То есть у них такая тоже целая совокупность каких-то интересных событий. Я говорю, вы продолжаете, это очень интересно, потому что вот лично я бы приехал на экскурсию по Валенгасово. Это даже звучит, может быть, как-то достаточно странно, может быть, да? Но тем не менее, а почему? Это абсолютно нормально. Сейчас мы таким образом подходим к очень важному вопросу. Да, вот есть у людей интересное, есть что рассказать, но почему... Есть что показать, господи. Смерть на взлете, почему зачастую не реализуется? Это во что-то такое... В организационную такую интересную форму. Ну, тут вопрос еще, видите, в мотивации, да, то есть и в силах каких-то, потому что все равно все это факультативно идет, ведь не основная работа у людей. То есть девушка, которую Валенгасово организуют, она местный музейный, по-моему, какой-то сотрудник или что-то такое. И тут я очень надеюсь на то, что эта инициатива была не предвыборной какой-то, да, то есть потому что там определенные такие были у меня мысли, скажем так, а что это будет регулярно, и что люди смогут приехать Валенгасово и получить вот такой вот интересный опыт. Там еще вариант такой информации, потому что надо как бы с жителем Большого Атакирова сообщить о том, что такой вариант есть. Было бы правда интересно, потому что это экзотика, по большому счету, если так-то говорить. Да, конечно, само собой, да. То есть мы как бы... Для нас Валенгасово такое, ну, непонятное образование, а там, оказывается, вон, что происходит. Непонятное образование так сейчас не в обиду будет жителем Валенгасово. Ну, на самом деле, и для Слободской... Там большинство людей просто проезжают там по Железскому. На самом деле, для Кировчан Слободской тоже был во многом каким-то таким городом, который не имел своего лица. А вот теперь многие говорят, как там здорово, на самом деле, как там интересно. А были ли такие, которые слышали впервые фамилии Антфилатова? Наверное, были, да. Конечно. Антон, а на Некрополь-то ходили вы? Конечно, конечно, безусловно. Вообще, в Слободском, я считаю, это уникальная ситуация с Некрополем, потому что, вот смотрите, например, в городе Кирове, в Слободском, если сравнить отношения к своим древностям, в Кирове все старые кладбища уничтожили, а в Слободском оставили. И более того, для меня еще было... Просто оставили, а вот что из него сделали, да. Более того, для меня любопытно было, что в Слободском не переименовали в советское время улицу Вятскую. Да, это интересно. То есть они как-то более лояльно относились к старине. И в итоге они получили, что есть сейчас очень популярный именно туризм по Некрополям, по кладбищам, да. И, соответственно, многие, кто приезжают туда, и кировчане, они с большим удивлением ходят по этому Некрополю и смотрят на надгробие 19-го, там 18-го века есть. Есть настоящие склепы там, да, то есть на это все смотрят. А вот, например, на некоторых могилах, там на грубных камнях фотографии дореволюционных людей, которые там были захоронены. Это же вообще другие люди, то есть у них лица как-то по-другому выглядят. И для людей 21-го века это очень большое эмоциональное переживание. И то, что в Некрополе есть путеводитель, там есть карта, это большое уважение к Слободскому музейно-выставочному центру, что они получили гранту Северстали и смогли там сделать. Они подлагода его делали, по-моему. Да, то есть и они же не только это сделали, они поставили мемориальную доску Лонской на доме, где она остановилась, еще что-то сделали. А насчет Лонской-то они, вы что там в Кирове про Лонской, она у вас была-то один раз, а у нас она тут вон сколько жила, вон что делала. Вообще интересно. Я не представляю, что представляет собой Некрополь Слобод. Там большая территория? Большая. Это кладбище, которое в конце 18 века образовалось и которое они разрушили в советское время. И там стоят вот такие большие надгробные камни, там 19 века, настоящие склепы. То есть это очень важно. Нормальные, удобные тропиночки, все, можно хорошо пойти, посмотреть каждую. Там на самом деле интересно посмотреть, здесь старые вещи, такие немножко полуразрушенные, там лепнинка немножко обсыпалась. Просто, знаешь, уважение возникает. Ну и понятное дело, что там как-то особенный спектр чувств, да? Безусловно. И главное, что там вот если ты хочешь покой, а где еще покой у нас? Вечный покой, вот там вот такое ощущение спокойствия. Там только покоя нет зимой, потому что там через забор рядом располагается стадион Труц. И зимой, когда туда приезжаешь, люди идут по кладбищу, там идет отпевание, а через дорогу играет попса какая-нибудь на катке. То есть вот это, конечно, страшно. Жизнь во всех ее проявлениях. Стадион там точно никак не перенесел, что они тоже подреставрировали Труц, он получше стал. Да, он тоже лучше стал. Есть желание вернуться еще в Слободской? Ну, в принципе, да. Тут организовать. Есть желание не только вернуться в Слободском, но и везде. Вот мы на филейке сделали, у нас тоже получилась очень классная экскурсия. Даже вот на удивление я сначала думал, как мы это все будем делать, а в итоге получилась экскурсия очень хорошая. Давайте поподробнее уже после рекламы. Антон Касанов у нас в студии, автор проекта «Пешком повятки», историк. Мы говорим уже, к сожалению, о завершении проекта пятого сезона «Пешком повятки». Последняя прогулка 24 сентября. Напомню, что подробное расписание прогулок вы можете без труда найти в социальных сетях. Мы вернемся через минуту. Про филейку мы решили подробнее поговорить. Очередная прогулка. Последняя, да, по филейке? Да, вот завтра она будет, 12 часов как раз. Что там интересного? Что там Зинаида, которая скончала? Зинаида, это немножко не там. Зинаида, да. Это уже про Слободской. Слушай, давай про Слободской закончим все-таки. Легенда-то великолепная. Да, легенда есть там очень классная, интересная, что, значит, была такая купщиха Зинаида Витошкина, и она умерла в день собственной свадьбы. Тоже непонятно, от чего она умерла. Вот, и смысл в том, что у нее был супруг, который очень сильно из-за этого расстроился. Ну, надо понимать, да. И сделал он специальный такой склеп, то есть была, значит, сделана такая дырка своеобразная с перископом. То есть жених, теперь уже экс-жених, мог смотреть на Зинаиду, как она лежит в гробу. Венчание-то состоялось там? Да, это уже было. Вот, и вдовец, скажем так, его смотреть. И вдовец, он когда смотрел туда, иногда создавалась такая игра света и теней, что как будто бы его лицо как будто бы двигалось. И вот это такой был символ любви какой-то, вот такой всепоглощающий. И это очень хорошо, кстати, сочеталось с тем, что у нас Слободской считается городом русской романтики, столицей русской романтики. Там, правда, очень много имен таких очень, которые ассоциируются с романтикой и переплетаются. И Анна Керма у них считается, что была там, да, две музы Пушкина. Кстати, там памятник Пушкина очень интересный стоит. И то, что касается вот этой истории, еще много-много имен. Ну и, конечно, все они упираются в Грина, который там родился. Боже мой, какие там, какой Голливуд, какие... Вон, Слободской, такие истории замечательные. И это сохранился этот скрипт? Да, он там стоит до сих пор. Есть перископа, но у него нет. Но этого уже нет, конечно, все несколько ветхое. Но это очень даже любопытно просто посмотреть, потому что это же наша история. Наши предки, вот они лежали на кладбищах, но, к сожалению, вот вятки все уничтожили. И Слободском в этом отношении более уважительное отношение к истории. Давайте сейчас на филейку перейдем. Да, на филейку перейдем, потому что там тоже, по всему, интересно, да. Вообще вот... Уникальная тоже штука получилась. Много раз тоже за последние годы мои какие-то друзья знакомые говорили, что, дескать, хватит уже в центре историческом делать Кирове. Давайте что-нибудь сделаем на окраинах. В итоге мы в один год сделали вот на Октябрьском проспекте две прогулки. И потом в этом году... На окраинах. Ну, уже окраина. Ну, северная. Когда-то, да. То есть, это вот... До революционного города это окраина, соответственно. Это было Гласисная называлась, да? Гласисная. Октябрьский там уже конец был город. Потом мы сделали полепсию. Вот в начале уже этого нашего сезона, в начале лета. И в конце вот мы сделали по филейке. То есть, и эти прогулки нам лично вот со Станиславом очень понравились. Они очень душевные, какие-то аутентичные. То есть, именно советская история. Конечно, они делаются намного сложнее. То есть, там, несколько месяцев все это делали. К тому же, это в отдалении находится определенном. Вот. И что еще любопытно, никогда вот на филейке не было экскурсий. То есть, я не нашел такой информации, чтобы там были экскурсии когда-то. Вообще любые экскурсии. Ну, то есть, вот на заводе есть экскурсии, да? В заводской музей вот мы ходили. А вот прям по микрорайону такого вот никогда еще не бывало. Поэтому тоже мы здесь оказались, можно сказать, первопроходцами какими-то. Но, тем не менее, вот мы пытались показать, что даже отдаленный район, да? Советский какой-то. Где нет до советской истории сейчас. То есть, если исключить останки филейского монастыря, до которого мы не можем дойти, потому что нас очень много, и он находится в отдалении определенное, да? То в основном вся история советская. Но она тоже очень интересная. И очень много с этим связано каких-то событий, про которые хотелось бы рассказать. Написано еще мало монографии. Мало проанализирована история архитектуры этого района. Мало каких-то житейских судеб собрано. То есть, я нашел только пару мемуарных источников. Один какой-то парень, который работал на заводе, Вальдемар Зимин. У него остались... Это ведь 3-4 поколения всего лишь, да? Во сути дела, да. Семь десятков лет примерно так. А начиная от Великой Отечественной войны вот до сюда, да? То есть, там, 70-80 лет, да? Не очень много, но уже много накопилось пластов информации. И мне очень понравилось, что на филейке хорошие такие активные местные жители. Они тоже все нам что-то вот рассказывали, давали какие-то материалы. Мы сходили в библиотеку, в заводской музей. Мы пообщались с ветеранами-заводчанами. Мы сходили в самолет этот филейский знаменитый. Казалось, что внутри там уж ничего особо не осталось. То есть, такая оболочка самолета. Внутри там как бы офисное помещение располагается. И получилась хорошая такая аутентичная какая-то история, которая обросла вот фактами, как мясом каким-то. И даже так совпало, что к нашему приходу на улице Подгорной положили асфальт на тротуаре. Это именно тротуар, да? Да, именно на тротуаре положили асфальт. Совпадение, не думаю. Ну, хорошее совпадение, хорошее было бы совпадение. Почаще ходите на окраинах. А тем временем в администрации. Завтра пушком повятки пойдет по филейке. Надо срочно срочно срочно. Кстати, господин Долгополов, который вот там начальник теруправления, он к нам тоже приходил. Но он очень скромно стоял в заднем ряду. Я заметил его только в конце. У меня как-то, вы когда ходили по центру, тоже видел его. У вас там был в конце хвостика вашего. Ну, вот тут пару раз, видимо, он заходил. Он когда узнал в Пермайске, он тоже довольно ходил. То есть, для меня это стало открытием, что вот он пришел. То есть, в принципе, это, я считаю, нормально. Нет, он на самом деле человек очень интересующийся, в том числе, историей. И народу пришло достаточно много. Многие из филейки, и они говорят, что это очень здорово. Они такие патриоты своего района. Вот Саша Галушка тот же, который строим Киров. И культурная филейка. Они очень большие молодцы, то, что они там фонтан с рыбками отреставрировали. И самолет стояли. Ну, еще у них там планы есть, конечно. Это очень-очень здорово. И то же самое касалось Лепсе. Удалось пообщаться с местными жителями. Жаль, что у нас не происходит вот такой вот сбор мемуаров. То есть, вот как-то вот раньше было такое, мне кажется, да, Николай, когда в школах собирали какие-то воспоминания ветеранов, заводских или фронтовиков. Сейчас, мне кажется, такого пока нет. Нет, по фронтовикам-то оно осталось, а вот по историям заводов, конечно, большой провал пошел. Вот заводского микроэн, потому что у нас много есть легенд. Там немцы строили какие-то дома, например, или что-то заводской истории связано. Все это обрастает легендами, но нет такого, чтобы зафиксировали. То есть раньше были ведомственные дома культуры, ведомственные библиотеки. То есть заводы выделяли непосредственно. Там этим занимались. Сейчас все же в муниципалитет ушло, а муниципалитетов до завода делали не очень много. Я вот приведу такой пример. С одной женщиной познакомился тоже. Она мне рассказывала, как она ходила после войны на концерт Вольфа Мессинга. Для меня стало открытием большим, что Вольф Мессинг выступал в Кирове. А потом, когда мы пришли на завод Овитек, там нам показали документы, что он, кажется, и во время войны тут выступал в каком-то бараке. И потом еще один мужчина мне рассказал, что после войны он еще приезжал тоже и выступал на всех заводах. Даже рассказали, что он там какие-то трюки выполнял. То есть он подходил к девушке, просто рандомно расположенной в зале, говорил ей, загадай желание, напиши на бумажке, я написал на бумажке. Он подходил, брал ее за руку и выполнял ее желание. И всегда это делал абсолютно точно. Вот так вот. Слушай, человека надо вообще такого человека возить по предприятиям. То есть он, может быть, вообще и план поднимет нам. Может быть, да. Слушайте, а можно я немножко отвлекусь? Как раз Михаил Александрович Долгополов у нас был в среду. Здесь мы говорили о благоустройстве Октябрьского района. У нас был звонок в студию. Пожаловался, посетовал мужчина наш слушатель на то, что слишком уж неприглядно выглядят дома в районе площади Лепси. Вот здесь по Октябрьскому проспекту. Обшарпаны, со стволившейся штукатуркой. Вот почему бы заводу не уделять этому внимания. На что Долгополов сказал. Это, собственно, жильцов. Давайте сами как-то скидывайтесь, думайте и реставрируйте. Вот взгляд историка Антона. На внешность этого района. В апреле месяце я ходил, тогда была неделя Добрый дел, каждый год проходит. И завод делал экскурсию по Лепси, я решил тоже на нее сходить. Пришел туда, и потом я там остался, пообщался, конечно, я уже тогда планировал сделать экскурсию свою, пообщался с старожилами, еще с кем-то. И потом я шел за этими домами, которые фасаном выходят на Октябрьский проспект. Вот эти сталинки? Да, сталинки. И я увидел страшную картину о том, что вот Лепнина, которая там висит, а ведь на каждом доме разная Лепнина. У нас, к сожалению, сейчас пока нет исследований именно по Сталинкам. У нас почему-то ими раньше не удлилось внимания особенно. А год постройки-то где-то 50-х? Вот послевоенная, это конец 40-х, начало 50-х. Там они у себя в районе обычно говорят, что это пленные строили. Они говорят, да. И надо сказать, что я увидел в нишах, в подвальных, валяется Лепнина, это сбитая. То есть она, видимо, угрожала, может быть, уже полуотвалившаяся была. Никто ее не собирается восстанавливать, это понятно. Но я обращу ваше внимание на то, что в этом же году был проведен эксперимент у нас в сфере ЖКХ. Решили одну Сталинку отреставрировать по капремонту. А насколько удачный будет эксперимент, мы пока не знаем. Где-то, вот я даже не знаю, на какой улице, вот где-то тоже там, в этой... Они у нас компактно как-то размещены. Нет, по всему городу. Нет, где-то в районе, по-моему, машиностроительного завода 1 мая. Вот надо посмотреть, как этот эксперимент завершился, да. Потому что про ремонт Сталинок уже много раз говорилось. То есть многие, просто проблема еще в чем. Многие люди не понимают, что это красиво. Они говорят, ну это обычные дома, а ничего интересного нет. На самом деле, сталинская архитектура, она достаточно любопытная. И причем все дома-то, сталинки, различаются очень сильно на Филейке и на Лепсе, и в поселке машиностроительного завода. До сих пор неизвестно даже, кто был конкретно архитектором. Про пленных немцев любят говорить, но среди них явно не было архитекторов, которым еще бы и доверили вот такую функцию. То есть это кто-то делали либо заводские уксы, либо под руководством главного архитектора города Никиты Козлова, который любил сталинскую архитектуру. Это в целом-то типовой проект, вот эти сталинки? Нет, там были и типовые, а были и те, которые переделаны под индивидуальные. Потому что они же не как бы, они все разные, то есть у них нет одинаковых. И разная этажность, например, там три этажа, четыре этажа, и лепнина везде разная, и балконы. Вот обратите внимание, там балконы совершенно разные. Поэтому, конечно... Причем это такая отдельная отрасль для исследования, да? Да, этому нужно монографию писать в целом. И я вот согласен с тем человеком, который позвонил, что нужно тоже уделять им, безусловно, внимание. Просто какие механизмы есть, я в этом, к сожалению, вопросе не совсем компетентен, то есть в сфере ЖКХ, но, конечно, какие-то нужно искать. Вот надо посмотреть, как вот тот эксперимент с ремонтом первой сталинки, большим полным ремонтом завершился. И как она вообще выглядит? Потому что у нас же бывает так, что тоже дом покрасят так, что и лучше бы не красят. Капитальный ремонт речет, и капитальный ремонт, и это не просто покрасят. Дело-то сложное само по себе. Там же деревянные перекрытия в сталинских домах везде, они довольно ветхие, то есть я не знаю, как капитальный ремонт включают их или нет. Вот это очень большой вопрос. И денег, сколько нужно денег. Но в любом случае надо что-то с этим делать, надо думать в этом направлении. Потому что время идет, и улучшаться они не будут явно и делать. Время идет, тем более это становится нашей историей уже с каждым годом. Дальше, глубже и глубже в историю. Тем более, даже если вы обратите внимание, на некоторых сталинках уже стали вешать мемориальные доски. Вот в районе машиностроительного завода там висит доска Леонида Дьяконова, писателя, что он там жил. И это уже история. То есть это нужно понимать. Вот мы чего хотели тоже добиться, что это тоже наша история. И там жили наши деды, прадеды, и у них была своя какая-то жизнь. Я на Филейке провел такой эксперимент, и спрашивал людей, кто у вас самый известный человек здесь. В истории был и сейчас есть. Неважно, был ли он, ныне жил. Валерий Сутырин, директор завода, да, потом Татьяна Войнова, например. Но вообще, в основном, люди немножко, они так сомневались, кого назвать. У вас есть звонок? Как неожиданно, пару минут до завершения нашей беседы с Антоном. Пожалуйста, наушники, Антон. Алло, добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня Олег зовут. Да, Олег, немного времени, пожалуйста. У вас вопросы? Да, вопросы. Антон, здравствуйте. Скажите, а как вы относитесь к раскрашиванию домов в Кирове в дымковскую игрушку? По-моему, Антон уже отвечал на этот вопрос. Ну так ну что? Значит, он знает, как ответить. Ну, по крайней мере, участвовал в дискуссии в сети. Ну, я участвовал в дискуссии не только в сети, а я ходил на мероприятие в прошлом году, которое было посвящено этому вопросу. И я тогда сказал Алексею... В Галилеях прогрессе. Романтирует с местными какими-то культурными вещами. Поэтому я считаю, что где-то это хорошо, но не стоит этим увлекаться. Я тогда тоже сказал Алексею, что нужно искать какие-то новые подходы, потому что невозможно весь город дымку разрисовать. И, например, тогда говорилось о том, что может быть какие-то трансформаторные будки. Вот до Горького тогда говорили, что может быть ее раскрасить под вятку автомат. Это наш культурный пласт. До Горького это где появилось? Ну, там все равно нарисовали дымку. Тепловой узел, где нам доход с арки миликировали. Я против того, чтобы везде рисовать дымку. Нужно искать какие-то еще подходы, анализировать опыт других городов и других стран. В том числе, например, ГДР, где смогли хрущевки и какие-то незрачные такие дома, построенные в хрущевске перед времени, переделать под современные здания, которые разряжают атмосферу в спальных районах. У нас, к сожалению, они зачастую наоборот. Они создают печальное настроение, тягомотины такие, гнетущие. Нужно искать новые подходы. Например, в Москве лица людей рисуют, каких-то известных. Там Маршал Жуков висит, еще кто-то. Почему бы это не сделать? Потому что у нас тоже много известных личностей. Я за то, чтобы искать новые подходы и не замыкаться на одном и том же. Так, минута у нас остается до конца нашего разговора с Антоном Касановым. Антон, наверное, уже один из последних. И последний вопрос по итогам, по прошествии этих пяти лет существования пешком повятки. Есть душевное такое состояние, что вот все, он завершен. Это можно отпустить. Или что-то вот еще точит. Что-то еще не сделали вроде как, нет? Вы понимаете, я говорю о каких-то тонких таких моментах. Само собой, что всегда аппетит растет во время еды. Если бы мне в 2013 году сказали, что мы там будем по филейке в Слободском, там на Лепсе где-то делать и так далее, то я бы, конечно, очень сильно удивился. Поэтому, видите, конечно, хочется всегда что-то еще сделать, пока есть энтузиазм и пока хочется людям тоже рассказать что-то про свою историю. И видно, что очень много еще в городе Кирове не сделано в пламя прикладной истории. Вот та же исследование по Сталинкам или по деревянным домам, по деревянному зодчеству. Вообще советская история очень слабо исследована. Поэтому, конечно, еще многого хотелось бы сделать, но вопрос открыт, как это получится или не получится сделать. В любом случае, то, что мы уже совершили за эти годы, я считаю, что это очень большой объем работы. И мы сделали много хорошего. И, конечно, хотелось бы благодарить тех людей, которые нас поддерживали и к нам ходили. Что надо сказать, Ликой? Живем до весны? Да? Посмотрим, да. В общем, любители истории нашего города, поклонники проекта «Пешком повятки», у вас есть еще неделя с небольшим для того, чтобы присоединиться к этим экскурсиям. Всю подробную информацию можно легко найти в интернете. Ну и, пожалуйста, следите за сообщениями от авторов «Пешком повятки». Я имею в виду сейчас прощальная вечеринка, презентация обновленного путеводителя. Вся эта информация появится в ближайшее время. Спасибо, Антон Касанов. Спасибо. Завершаем программу «Дневной разворот» и будем приглашать вас в культ поход. Культ поход через 20 минут. Да. Не прощаемся.